Добрый день, уважаемые коллеги! По сложившейся традиции мы встречаемся с вами в Санкт-Петербурге, в Таврическом дворце. 110 лет назад, 27 апреля 1906 года, здесь собралась на своё первое заседание Государственная Дума Российской Империи. И прежде всего хочу поздравить вас и всех ваших коллег-законодателей с этой юбилейной датой – Днём Российского парламентаризма. За последние четверть века роль законодательных органов существенно возросла. Совет Федерации, Государственная Дума, законодательные собрания регионов Российской Федерации формируют систему широкого народного представительства. Благодаря вашим совместным усилиям создан и такой уникальный институт, как Совет Законодателей. Он помогает организовывать конструктивные взаимодействия между законодателями всех уровней, является авторитетной экспертной площадкой, вносит существенный вклад в совершенствование принципов отечественного федерализма. В Совет входят руководители палат и законодательных собраний, председатели комитетов Госдумы, Совета Федерации. Такой формат нужно максимально эффективно использовать для того, чтобы прорабатывать законодательные инициативы регионов на самом высоком профессиональном уровне и уже на ранних стадиях делать законопроекты максимально выверенными и действенными, жизнеспособными, избавлять их от внутренних противоречий. Каждый законопроект должен быть проанализирован с разных точек зрения, чтобы была проведена его объёмная экспертиза и найден выверенный баланс интересов. Обеспечить согласованное взаимодействие всех участников законотворческого проекта, его последовательность и системность – задача чрезвычайно сложная, но решать её, безусловно, нужно, потому что системность законодательства – это важное, а если не сказать важнейшее условие устойчивости всего государства, а предсказуемость правовой политики – залог эффективного развития нашей страны. Хочу в этой связи вновь обратить ваше внимание на то, что излишняя чистота и, я бы сказал, фрагментарность изменения действующих федеральных законов, тем более кодифицированных правовых актов, безусловно, не идёт на пользу делу. Прежде всего, потому что это сильно осложняет правоприменение, а значит, создаёт проблемы для граждан, для участников экономической жизни, да и для самих органов управления. Получается, что законодательной базой зачастую просто неудобно пользоваться. Вот, знаете, да, многие уходят в английское право, во всякое другое право. Почему? Потому что там, надо это признать, стабильности побольше. А у нас часто, к сожалению, не хватает определённости и ясности. Как следствие, возникают серьёзные проблемы с обеспечением единообразия применения этих норм. От такого противоречия или от такой противоречивости, нечёткости законодательства, безусловно, нужно уходить, работать над повышением культурного нормотворчества. Это, кстати, общая задача для всех участников законотворческих процессов, для всех, кому предоставлено право законодательной инициативы. Конечно, законодателям нужно своевременно реагировать на развитие жизни, причём быстро меняющейся жизни, это понятно, обеспечивать необходимое регулирование общественных отношений в изменяющихся условиях. При этом нельзя допускать хаотичного и спонтанного пересмотра правовых норм. Новые нормы нужно встраивать в систему действующего законодательства чрезвычайно аккуратно, не допуская коллизий норм и избыточного регулирования. Услышать и учесть мнение всех заинтересованных сторон особенно важно в условиях непростой экономической ситуации. Основной приоритет государства – это выполнение социальных обязательств перед гражданами. Нужно решать двуединную задачу – обеспечивать доходную часть бюджета и при этом сохранять стимулы для роста экономики субъектов Федерации. Но все, разумеется, экономики и субъектов в частности. Потому что региональные бюджеты и развитие регионов – это основа стабильности страны и благополучия наших людей. По итогам недавней прямой линии дано поручение доработать механизм распределения доходов от сбора, например, топливных акцизов, в том числе для того, чтобы у субъектов Федерации появились дополнительные возможности для расширения дорожного строительства. Считаю, что деятельность Совета законодателей должна быть направлена на формирование подобных сбалансированных решений, которые учитывают интересы и Федерации, и регионов России. Представители законодательных собраний работают на местах. Вы, уважаемые коллеги, обладаете профессиональным опытом и, главное, хорошо знаете проблемы, волнующие людей. А значит, должны предложить Федеральному собранию действенные пути решения этих вопросов. Такое конструктивное партнёрство даёт возможность региональным законодателям постоянно находиться в федеральной повестке дня и учитывать её в своей законотворческой работе на местах. Естественно, что и решения, принимаемые федеральным парламентом, должны отталкиваться от запросов проблем регионов и муниципалитетов. Хочу вновь подчеркнуть, люди оценивают эффективность власти не только по действиям отдельных государственных органов или должностных лиц, но прежде всего по результатам нашей с вами совместной работы. И только общие усилия могут обеспечить решение задач, стоящих перед Россией в целом. Уважаемые коллеги, осенью этого года состоятся выборы депутатов Государственной Думы. Безусловно, их результаты определят вектор развития страны на ближайшие годы. Чрезвычайно важное событие внутриполитическое в России. В единый день голосования, 18 сентября, граждане будут избирать депутатов 38 законодательных собраний субъектов Федерации. Таким образом, обновится состав не только федерального парламента, но и практически половина региональных парламентов. При этом важно обеспечить преемственность в нормотворческой работе. Это касается и Государственной Думы, и региональных законодательных собраний. Все члены Совета и законодателей сами прошли через систему выборов. Многие будут участвовать в нынешней избирательной кампании, поддерживая кандидатов или продвигая свою собственную кандидатуру на выборы. Поэтому вы хорошо понимаете, насколько важно, чтобы эта кампания прошла без нарушений и в абсолютно конкурентной, справедливой, честной борьбе. Прошу вас в ходе предстоящих выборов обращать на это особое внимание, потому что это залог доверия со стороны граждан к избираемым органам власти, основа легитимности этих органов власти. И, конечно, выборы – это всегда прямой диалог с людьми. Нужно использовать его для того, чтобы оперативно реагировать на вопросы, которые ставят граждане, имея в виду и проблемы общефедеральные, и проблемы региональные. Уважаемые коллеги, мы с вами встречаемся накануне двух больших праздников – праздника Весны и Труда, Дня Победы. Позвольте мне вас сердечно поздравить с наступающими праздничными днями, с наступающими праздниками, и, конечно, пожелать вам успехов в важнейшей и чрезвычайно ответственной работе. Благодарю вас за внимание.